Если какой-нибудь лихач-автомобилист посреди ночи промчится по улице, он наверняка разбудит пару тысяч человек. Проснувшись, эти люди будут очень нескромно отзываться об уровне шума за окном. Однако мало кто из них знает, что и ночью, и днём их организмы одинаково сильно реагируют на громкие звуки. Ночью они ощущаются ярче только потому, что возникают неожиданно, но стресс для тела силён в любое время суток. В течение эволюции мы привыкли, что резкий шум — это угроза. Мы вскакиваем, мышцы напрягаются, стрессовые гормоны выбрасываются в кровь, и вот мы уже готовы бороться за свою жизнь. В природной среде такие события случаются редко и не продолжаются долго. Упало дерево, напал хищник, закричал соплеменник. Но что касается города, город — это децибеловый ад. Здесь человеческое сознание сталкивается с таким напором шума, какой просто невозможно переварить. Мышцы уже не расслабляются, они всегда в напряжении, стрессовые гормоны повышены постоянно, а нервное напряжение кажется нормой. Это хронический стресс, и вызван он шумовым загрязнением. Да, шумовым загрязнением — это официальный термин, используемый ВОЗ. Возьмём, например, не самый загрязнённый город — Москву. Большинство её улиц имеют уровень шума выше 60 дБ. В центре доходит до 90, а в метро — до 110. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, всего полчаса в таких условиях значительно повреждает слух. Это настолько ненатуральный уровень шума, что у людей даже уши не выдерживают. Данных по России я не нашёл, но в США каждый четвёртый человек страдает частичной потерей слуха исключительно из-за городского шума. Четверть всех людей. Чтобы узнать, какой уровень шума вокруг вас, можно воспользоваться любым приложением для смартфона. Вот, например, какие показатели в моём городе. Многие до сих пор почему-то думают, что мы привыкли к городскому шуму, но это как бить человека по лицу и надеяться, что однажды он привыкнет к ударам. Так это не работает. Всю историю человечества мы жили в тихих условиях. Такой шум для нас не просто непривычен, он губителен. Например, дети, живущие в шумных районах, имеют ускоренное сердцебиение, также они медленнее думают и хуже обучаются речи. Впрочем, на детях всё не останавливается. Только в Западной Европе ежегодно 16 тысяч человек с шумовым загрязнением города. Нравится нам это или нет, но мы живём в очень токсичной среде, поэтому можно очень долго рассказывать о том, как повышаются стрессовые гормоны, кровяное давление, риск сердечно-судистых заболеваний, как люди, живущие у дорог и аэропортов, чаще страдают от депрессии и тревожности, как быстрее других набирают вес и больше болеют диабетом. Но давайте лучше обсудим, что с этим делать. Поскольку мы создали для себя очень необычные условия, решать эту проблему тоже придётся необычными способами. Во-первых, инвестируйте в шумоподавляющие наушники. Это почти обязательно, если вы часто бываете в метро, работаете недалеко от шоссе или аэропорта. Музыку слушать я не рекомендую, но если очень хочется, делайте её максимально тихой. Во-вторых, ночью используйте беруши. Согласно научным исследованиям, такая практика может значительно улучшить качество сна. В-третьих, не ограничивайтесь просто тишиной. Включайте расслабляющие природные звуки и гуляйте в лесу. Из последних данных мы знаем, что после стрессового дня именно музыка природы восстанавливает быстрее всего. В-четвёртых, избавьтесь от шума в своём доме. Современные технологии предлагают очень удобные, но при этом довольно дорогие решения. Например, особую мебель или специальный пол, который поглощает шум. Если же такие решения не для вас, то достаточно расстелить ковры, закрыть окна, а в некоторых случаях установить на них решётки. И, наконец, в-пятых, попробуйте обратиться к властям. Согласно санпинам, шум в вашей квартире ни в коем случае не должен превышать 55 дБ днём и 45 дБ ночью. Поэтому чисто теоретически вы вправе жаловаться. Однако это, конечно, поможет не всегда, поэтому если у вас есть разрешение, посадите деревья за окном или поставьте забор. Главное, не забывайте приглядывать за своим телом. Это единственное место, в котором вам придётся жить. Честь и удача. Этот канал создаётся благодаря поддержке добрых людей на Патреоне. Спасибо вам, друзья. Имена наиболее активных участников вы сейчас видите на экране. Особая благодарность HotMine и Marikuchite. Вы, кстати, тоже можете стать частью нашего небольшого сообщества по ссылке в описании и получать дополнительный контент, участвовать в ежемесячных стримах и общении.